Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Хочу буквально 2 минутки поговорить о том, как использовать вот эти завалинки у теплиц. Если кто-то еще ничего туда не посадил, не приспособил ни под что, я вам советую все-таки занять их вот такими штамбовыми томатами с компактными кустиками. Особенно это удобно тем, у кого маленькие участки, или кому, например, в теплицу, если есть теплица, жалко место занимать вот под такие культуры, но зато они вас выручат, когда начнется пора заготовок. Пожалуйста, солить, пожалуйста, делать какие-то всякие лечо, томатные пасты, соки. Вот, кажется, казалось бы, такие крошечные малыши, что с них можно взять? Ведрами будете уносить урожай. Вот это у меня таймыр, такой же ренет, такой же полюс, сорт метелица, розоветров. Все эти сорта, которые компактные, которые занимают мало места, можно на них не тратить место в огороде. Вы видите, какая подсыпочка? Всего сантиметров 10, наверное, плашка высотой, сантиметров 15 в ширину. Там насыпано буквально вот столько грунта. Из-за маленького размера куста они не тратят много питания на формирование куста, они сразу начинают формировать томаты, формируют очень дружно. Сейчас в ближайшее время уже начали некоторые спеть, в ближайшее время будут спеть и вот эти вот. Я вот просто начинающим хочу подать идею. Если вы не знаете, что у вас вот на такой маленькой приступочке, может быть, у некоторых даже мысли, они не допускают, что здесь можно вырастить большое количество помидор. Я вам говорю, осенью покажу, буду уносить ведрами. Я уже это делаю каждый год и никогда вот такие, под такие маленькие томаты я не занимаю место на своем участке, так как у меня огород маленький, общий участок всего 7 соток. Высаживаю очень-очень много. Вот вокруг теплиц, я уже говорила в предыдущем ролике, вот здесь кустов 70, наверное. Это вполне вам, этого вполне вам хватит на все-все зимние заготовки, куда рука не поднимается тратить такие салатовые, мясистые, сахаристые томаты. И здесь можно заменить вот такими. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это мои малыши на заваленках. Плодоносят очень хорошо, дружно. Томаты все хорошие и вкусные, особенно если теплая погода. Они и сладкие, их можно и кушать в салаты, можно и на заготовки. Все, вот рекомендую. Но высаживайте обязательно толстоногие, такие вот детерминатные, чтобы они не разрастались, чтобы они не падали, не распадались. Вот, куклята, до свидания.